Доброе утро! Очень приятно! Мы сегодня говорим о том, как наши мальчишки... Набираем сил. Как правильно сказать-то? Ну, не бьют, может, и другие мальчишки. В общем, мы сегодня говорим о силе, о мужской силе, о том, как правильно завтракать, вкусно, чтобы вот прям эгэ-гэ и все было. Коля, ты к нам пришел сегодня в гости своим любимым рецептом домашним. Рассказывай, что мы сегодня готовим. Мы сегодня готовим блинный салат. Ну, если взять его как завтрак, то есть, может кто-то с нами и поспорит, что это завтрак. Ну, на самом деле, я готов вот это блюдо есть. А представь, вот с вечера ты его наболтал. На ночь, Иван, еще настоял всякок новогодний салат и на утро самый сок, вот знаешь, прям с чайком горячим его уплетать за обе щеки. Рассказывай, что нам понадобится для твоего фирменного салата от Николая Сергеевича Нестерова. Что у нас здесь? Так, смотрите, на самом деле тут все просто. Много ингредиентов нам не нужно для такого вкусного салатика. Вот у нас есть яйца. Так. Взяли сметану и соевый соус. Это мы будем делать как бы соус для заправки основной. Тоже чесночок еще положим? Да, еще чесночок добавим. Да, туда. Также у нас есть лук. Лук это мы чуть поджарим и добавим его уже в салат. Хорошо. И, конечно, курица. Вот курицу можно использовать как вареную. Ну, вот я взял... Ну, она повкуснее, как у нас эта копчененькая. Да, копчененькая, да, она повкуснее будет заходить, конечно. Также можно использовать майонез. Хорошо. Так как у нас Доброе утро, передача спортивная, мы чуть-чуть сметану и соевого. Да, здрасте. Сухарики куда? А сухарики это как вишенка на торте в самом конце, когда уже все будет готово. Да, чтобы прям подчеркнуть, так сказать, этот вкус весь и насладиться. Договорились. С чего начинаем готовку? Вот яйца у нас что с ними? Мы их должны сварить, пожарить, блинчики? Да, с яиц мы должны сделать как бы блинчики такие небольшие. Блинчики. Сейчас бьем яички. Хорошо. Бьем яички. Да. Все просто. Прекрасное занятие. Давай штучки четыре, а потом поглядим, сколько еще вкинуть. Откуда ты вот с этим рецептом знаком, Коль? Почему ты его любишь? Кто тебе его рассказал, кто тебе его показал, кто тебе впервые его когда-то приготовил? Вообще мама. Мама всегда готовила. Как звать маму? Татьяна. А поучку? Татьяна Евгеньевна. Татьяна Евгеньевна. Доброе утро. Да, доброе утро. Татьяна Егirmавна. То есть она как давно? Ну, еще в детстве наверное. Еще домой. В детстве, да, на день рождения обычно такие салаты готовились, и как-то вот он мне зашел, и почему-то вот этот салат и окрошка... Крошка. Так, когда у тебя день рождения, Коля? 21 мая. Ты у нас близнец или ты еще телец? Ну, а вот этот всегда я спорю. Может, я близнец и телец. Так, подожди. Нет, ты женат, я знаю. То есть нам сейчас совместимость с тобой смотреть бесполезно. По тельцам, близнецам, по дате рождения. Коля, ты потерянный для этого мира девчачьего человека. Давай жене. Знаю, у тебя еще, по-моему, сынок у тебя? Да, и сын. Вот передавай приветы. Всей семье своей, Ярославу, сыну Екатерине. Передаю большой-большой привет всем ребятам, кто меня знает. Маме, папе, бабушка, наверное, сейчас смотрит там, сидит. Как бабуля звать? Давай заодно туда же. Две бабушки, получается. Ну-ка, давай обеим. У нас бабушка есть, баба Нина у меня и да, Валя. Они по-любому, наверное, сидят и смотрят сейчас. Так, в общем, на день рождения, по маю готовили тебе такой салат. Да, на день рождения, по маю, да, мама изготовила. Всегда она мне готовит очень вкусно. У меня повар-кондитер. Это что? Да, всякие вкусняшки у меня всегда готовы. Ну, самая любимая, самая любимая сладость, не знаю, пирожное, тортик, вот что такое прямо в маю? Медовый, медовый торт. Медовик? Да, вот именно в мамином исполнении. Это вообще просто самое... аромат, вот эти медовый, тем более сейчас лето, там первая качка меда пойдет. И, в общем, то, что доктор прописал. Да. С салатом пока понятно. Бьем несколько яиц, в зависимости от того, насколько большую порцию вы собираетесь приготовить. Соли. Нагреваем сковородку. Сейчас будем наливать блинчики. Я так понимаю, блинчики тоненькие. Да, да, да. Закручиваем рулетик, режем соломочкой. Правильно понимаю, как бы, что у нас еще будет происходить? У нас, получается, мы их просто перевернем, потом нарежем соломочкой. Хорошо, хорошо. И дальше там закладываю. Это вкусно. Я вот когда такие салатики, если какой-то салат береза, потом расскажу кому-то интересно. А тебе на все такое салат? Береза, я же тебе говорю. Там курочка отварная, огурчик, такие же блинчики яичные. Мазика много! Мазик запрещен какой-то, если что, для спортсмена. Верю. Про спортсмена в кое. Еще разочек. Буквально пару недель назад напомню, как-то там такие любопытные названия всех чемпионатов по смешанным единоборствам. Город Самара. Это был OpenFC? Да, это была лига OpenFC. Профессиональные бои проходили у нас не на нашей территории, не на Алтайской. Мы ездили командой Стрела Тим. Так. Вот. В составе, получается, 4 человека было. Шараф был, да, вот, Руслан Габараев, я и Андрей Пуляев. Вот, Пуля! Ой, я... Знаешь, Пуля. Мы же приезжали к вам сюжет, снимали, и вот я... Да, да, да. Еще мы его называем, да, дядя Степа, потому что он высокий. Так вот, в Самаре, пусть еще греть, да, чтобы он напитается маслом, ты победил соперника. Вот расскажи, как это все было, сложно ли было, как ты готовился, или, может быть, вот мальчишки, которые там вот всю жизнь в каком-то смысле относят к спорту, уже не волнуются, вот даже вот ни капли с выходом там на... Как ты? Октагон, да? Как ты? Пентагон, октагон, как ты правильно? В общем, октагон, да. Поделись вот какими-то вот... Ну, готовились мы, на самом деле, долго. Полтора месяца готовились. Вот. Ну, вообще, в течение года у нас идет подготовка, ну, просто не такие нагрузки. Конкретно до боя мы уже полтора месяца готовимся непосредственно по две тренировки в день. Каждый день пашем, пашем, пашем. Так, берем. Я знаю, что спортсмены профессиональные, а ты все-таки относишься к профессиональной истории, зачастую в зале иногда проводят там часов по десять. Правда? Ну, десять это три часа. Давай наливать, иначе начнет гореть на сковородку. Три часа с утра. Так, потом? Потом три часа, получается, вечером. Так, это уже шесть. И зарядка бывает еще. Ну, это прям самые кто, самые-самые. То есть, итого часов восемь точно? Семь. Ну, семь точно, конечно, часов. Да. Может быть, не похвалишься, посоветуешь нам какое-то, может быть, твое упражнение правильное, нужное, с которым ты будешь себя чувствовать хорошо, будучи вот. А, и для всех, да, такое? Ну, да. Общее, да? Может быть, есть что-то твое? Да, есть. Как-то там что-то поразминать, подышать, походить. Да. Ну-ка. На самом деле, все просто. Я думаю, всем будет полезна резина. То есть, берете резину себе, приобретаете там самую простенькую. Вот эти резинки, которые вы... Да, да, да. Она переворачивает на отход. Все, все. Так, и чего с ней делать? И все, эту резиночку мы берем, выходим на спортгородок, вешаем, на какой-нибудь турничок, и потихонечку начинаем потягивать там ее сюда, туда, на себя, вот так, в эту сторону. То есть, обычно же у нас что, болит спина, понимаем, да, вот что-то между лопаточек. И нам нужно найти какой-то упор, ну, в каком-то смысле, да, на который... Да, и просто потянуться. мы как-то вот, ну, что-то такое поделали, да, чтобы нас распрямить, да, вот эту об обратную сторону кредку. Не обязательно там до упора, там 5 минут, 7 минут хватит там с утра, чтобы прям, так сказать, Тем более, сейчас лето, погода обратно у нас распогодилась, счастье нам, да? Давай следующую бутылочку задевать. Знаешь, самое простое вообще, это турничок, на самом деле. Вот на турничок, допустим, коп повисел чуть-чуть, позвоночник протянул. Если уже люди постарше, то есть, да, кто-то турничка уже не допрыгивает, можно просто на лавочку там сесть, так вот, говоря, чуть-чуть облокотился. Что еще делаем? Получается, пару зубчиков чесночка, насколько я поняла по рецепту, мы сейчас почистим, натрем и смешаем. Лучок мы... Лучок, да, поджарим. Чуть-чуть поджарим, да. Хорошо, это будет сейчас еще одна сковородочка, мы сейчас ее найдем. Почистим чесночок, раздавим его и смешаем со сметанкой и соевым соусом. Поздравляем с нами. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях профессиональный боец ММА Николай Нестер. Мы продолжаем. Сегодня готовим фирменный салатик с яичным блинчиком и курочкой. Заливаем еще один блинчик на сковородку. Да, да, да. А у нас еще готов лучок, блинчик, потом добавим лучка. Блинчик и сразу лучка. Да. Тем временем, быстренько пробежимся по ингредиентам. Еще разок, да. Мы сегодня наш салат с яичными блинчиками готовим с яйцами. Ну, все очевидно. Невероятно. Заболтали омлет, добавили туда соли, жарим блинчики. Да. Параллельно порезали небольшую головку лука. Давай-ка ее вон туда, на соседнюю сковородочку отправим. Еще по ингредиентам нам нужна копченая куриная грудка, чесночок на посыпку сухарики с любым вкусом, который вам нравится. И соус. У нас сегодня не майонез, что подать? Чем мы помешаем? А, вот, держите в мешалку. Сметанка, соевый соус, чесночок. Получается, я как вот этот все-таки волк с двумя сковородками. Про сковородки и про классные занятия. Классные, в смысле, классные, в смысле запаски сели. Классные, крутые, в смысле. Да, да, крутые. Расскажи, пожалуйста, когда начинаются сборы, сборы организует Клуб Стрела, правильно я понимаю? Да, сборы организует Стрела. Стрела Тим. Можно погуглить, найти. Ребятки всегда ждут к себе новых ребят, которые заинтересованы. За мотивированных. За мотивированных. А если вы не совсем за мотивированы, вас тоже ждем. Да, мотивируют. Чего за сборы, где, когда, что там будет происходить? Так, сборы у нас будут проходить на базе отдыха Сердце Алтая. Это в Горном Алтае. Первый заезд у нас получается будет проходить 26 июня по 10 июля. Так. Так, лучок тем временем до золотистого момента кожарит. Хорошо. Вот. Получается, второй заезд у нас будет в июле с 17 числа по 31 июля. Так, это на две недели получается заезжать? Да, две недели. Девчонок, где он или мальчишки. Да, да, да. Постарше. Постарше. Чего там делать будет? Две недели, куча мужиков накачанных. Жаль девчонок или берут девчонок? Берут всех вообще. Но они туда едут чисто заниматься. Заниматься. Вот есть там примерно какое-то расписание во сколько подъем, чем кормят, чего делаете, во сколько отбой? Да, на самом деле все просто. Как думали во всех сборах. Так, что-то я чуть не поставил. Все, дожариваем этот момент. Смотрите, четырехразовое питание у нас будет. Это радует. Да, это мне тоже очень радует. А ты едешь, Коль? Ну да, конечно. У нас же скоро, надеюсь, еще будут бои. Ну и даже просто, если нету боев, мы помогаем готовиться ребятам к предстоящим их боям. Хорошо. Кто тренеры? Тренер у нас, получается, будет Шарап, один из главных тренеров. Знаем такого. Да вот, так же у нас приедет тренер Хайрат. Это тренер Петра Яна, бойца UFC. И так же еще будет очень много тренеров по разным направлениям. То есть бразильское джиу-джитсу, кикбоксинг, просто ММА общее. Так. Вот. То есть будет очень-очень разнообразный сбор. То есть завтрак и погнали, да? То есть... Да, завтрак. Нет, мы сначала сюда сгрузить, начнем здесь замешивать наш салат. Так, это, подожди, это куда мы поставим? А вот сюда вот, да, и можно сгрузить очень быстро. Нет, давай мы потом ее закинем. Он сейчас-то на горячей сковородочке, Коля, почернеет. Все. Клади его. Согласен. Так вот, подъем, зарядка, завтрак. Да, подъем. Сначала зарядочка, пробегаем километр, где-то просто чуть потянулись, туда-сюда. Без всяких этих... Километр. Да. Так. То есть ничего такого то есть это либо может быть кросс, то есть там есть горы у нас, да, там красивый город, как все знают, в Горномоке. Вот. Мы можем пробежать кроссик, да, дохода. Отключающиеся комфорты. Ага. А кросс, то есть у нас может происходить примерно километров, ну, наверное, 12. Обалдеть. Вместе с горой. Обалдеть. 12 км. Да, еще мы в гору бегем. Вот. Ну, то есть очень интересно после этих сборов вы приедете и... Без ног! Не, не, без ног. Вы просто не будете даже, как сказать, не чувствовать никакие нагрузки. Ваше здоровье будет просто великолепным. Так что все желающие ждем туда наши сборы. Поля, мы тебе верим. Ну, как-то... Ладно, хорошо. То есть для суровых мальчишек, которые стремятся там, да, и девчонок. А девчонкам тоже 12 км придется бежать? Или там какие-то свои? По самочувствию все равно, да. То есть человека не будут же заставлять, правильно? Безусловно. Так это мы режем, да, в большей степени соломка. Хорошо. Да. Так вот, смотри, помимо кроссов, помимо там четырехразового питания. Еще раз. Что? То есть тренировки по джиу-джитсу, по... По кикбоксингу. Кикбоксингу. Также будет аттестация по бразильскому джиу-джитсу, да. То есть то, чему ты научился в каком-то смысле, правильно я понимаю? Ну, в конце, то есть подведут итоги, также там выдадут, скорее всего, пояса, кто заслужил достойно, как бы защитил, так сказать, свой пояс. Да, свой пояс. Титул. Вот именно там на сборах. Расскажи мне, пожалуйста, вот эта любопытная традиция, вот ваш мальчишеская, пояс тебе дали, ну там какой-нибудь, у тебя какой у тебя пояс? У меня синий. Синий. И вот, как бы, все хорошо? А я все равно не понимаю, для меня это классно, типа, что синий пояс? Вау! Давай, складывай всю в миску, что-то нарезал, как это вот, правильно? Да, вот ты все соломочко. Тоже сделал? Да. Быстренько, по соусу. Здесь у нас мы смешали сметанку, три натертых зубчика чесночка и ничего, и соевый соус. Да? Соевый соус. Моем ручки, все забалтываем, продолжаем, оставайтесь с нами. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях профессиональный боец ММА Николай Нестеров. Мы продолжаем. Наш салат почти готов. Добавляем к всем ингредиентам наш соус. Пару ложечек, давай поглядим. Там у нас сметанка, соевый соус, чесночок. Ну-ка перемешивай. Перемешивай, рассказывай. Мы сегодня много чего обсудили, поговорили о сборах в Горном Алтае, мы сегодня поговорили о тех боях, которые уже прошли на Великом Алтае и еще предстоят. А вообще, Коль, что происходит с мальчишками, не знаю, в каком возрасте, сознательным или еще бессознательным, когда они говорят хочу по правилам заниматься мордобоем. Это вот как? В каком возрасте? ты спустили. Ну да? И когда? Что? Почему? Зачем? Скажи. Ну, наверное, мне кажется, что в районе шестого класса, примерно. В районе шестого класса. Да, да, в районе шестого класса нормальный парень, понимает, что ему нужно как-то... Ну-ка, я тебе помогу. Держу. Так. Нужно как-то защищать себя, там, свою семью, свою, может быть, в дальнейшем девушку, жену, да. Вот, и он принимает решение пойти и начать заниматься какими-то видами, видами. И вот куда ты пошел, Коль? У меня на самом деле другая история была. А, так, что там? Это не про меня история. Это я просто, примерно. К слову, ладно, хорошо. У меня история была такая, то, что я хотел танцевать брейк-данс. Ты брейк-дансер, Коль? Вообще, в душе. Да. Да. Я люблю эту тему. Так. Пару фишечек знаем, но это потом, в следующей жизни. Когда я стану кошкой. Да, да. И чего? Так, и все, я, то есть, подхожу, говорю, папе, говорю, папа, это можно я, пожалуйста? Слушай, бате еще не передавали привет. Да, бате, бате отдельный привет. Обнимаю руку, спасибо за все то, что вложил в меня. Вот. Сейчас расскажу эту историю. Так, и чего, и чего там? Ну, и так как это подошел, между делом, говорю, слушай, папа, хочу брейк-дансером заниматься, типа. И он сказал, говорит, а что, говорит, на тебя нападут, говорит, ты еще брейк-дансер танцевать, типа, будешь. Так он сказал. Хороший диалог. Да, я представил, как бы, эту историю, думаю, да, самый последний момент, посоветовал очень хороший человек, вот, поэтому, за это ему спасибо. Это, типа, вишенка на торте. Так и чего? Брейк-дансер? Все, и она, говорит, то есть мы пришли, и как раз вот секция перед нами занималась брейк-дансом, и после нас уже били друг друга люди по голове. Иногда, вот, и все, получается, я пошел туда, на тренировки. И в первой же тренировке, мне, короче, это, солнечное сплетение ударили, я задыхался, короче, так, плакал, вот, но тренер Максимович Карельный сказал, все, вставай, и будем работать дальше. Тоже тренеру привет, всем тренировкам привет. Вот, сейчас попробую. Ну-ка, дам еще огонь. Это тебе было 12 лет, Коль? Где-то 8 или 9. А, даже не 6 класс, раньше там 2-й, там 3-й. Четко-то делал? Балденно. Так, и вот. Лежку не будет. Хорошо. Законит. Так. Вот. Ну и все. И с тех пор, как бы, я начал заниматься. Но один момент такой был, период, что все-таки я решил на внутрененевку брагдансе сходить. Не удержался, короче. Прости меня. Прости меня мало. Так, пришел. Брагдансе, когда, ну все, пришел, смотрю, там пацаны, финты, короче, делаю, пару финтов сделал, и действительно скучно стало. Почувствовал, что надо именно какие-то драчки, потому что мы же с Рубцовска, а там танцевать не вариант. Вечерами бывает на улице. Поэтому Рубцовщане тоже всем приют. Ну, слушай, Коль, классная история о том, как важно, нужно, тем более у нас аудитория женская, девчонки, всем привет, всем доброго утра, вовремя поговорить со своими детьми о том, что им все-таки может пригодиться в этой самой прекрасной, но нелегкой жизни. Коль, салат огонь. Бомба, честно. Класс. Блинчики, вау, курочка, вот прям копчененькая, как и должна быть, вот, как будто бы здесь родилась. Я, если курочку не покоптил, я. Десять из десяти. От тебя, так как мы сегодня все утро с тобой просыпались, бодрились, узнавали классные истории, чего-нибудь хорошее, вон в ту камеру. Так, дорогая аудитория, дорогой Алтайский край, да, все-все-все желаю здоровья, счастья, самое главное, чтобы вы были всегда счастливы. Цените друг друга, помогайте друг другу, будьте дружнее, не будьте злыми, короче. Слушай, лучше пожелания просто на сегодня. Как там какой-то Леопольд говорил? Давайте жить дружно. Все подробные ингредиенты и способы готовки смотрите буквально через пару мгновений. Ну, а на сегодня все. всем желаем хорошего дня, приятного аппетита. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok